Здравствуйте! Это программа интервью в студии Татьяна Потанина. Июнь заканчивается и не за горами, как говорится, макушка лета. Вот каким будет июль? Сегодня будем говорить с нашим гостем, уже нашим постоянным экспертом в вопросах погоды. Владимир Еремин у нас в студии, главный синоптик Гидромедцентра. Здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Вот июнь заканчивается и последние выходные июньские какими они будут? Начнем с этого. Ну, прежде всего, вот те осадки и похолодания, которые на нас были обусловлены циклоном, центр которого был размещен над территорией Новой Земли, то есть в Северном Ледовитом океане, они закончились, ситуация синоптическая изменилась и на нас формируется высотный гребень, который принесет нам тепло. И выходные, соответственно, будут уже теплыми, без осадков. Ну, в принципе, вероятность возникновения осадков конвективных, локальных, она существует, поскольку наступает активный летний период и, возможно, даже град, что для лета является достаточно характерным событием. Что касается выходных, то будет очень комфортно, температуры ночные до 18 градусов, с плюсом, естественно, и до 30 градусов дневные температуры. Можно и на природе, как говорится, ночевать в палатках, будет комфортно. Легко, да, легко. На юге окраина недели и в Хакасии, и в соседней, был град. А вот это явление погоды для конца июня стандартное? Стандартная эта история? В принципе, да. В принципе, да. То есть здесь как бы наложились два фактора. С одной стороны был очень хороший перед этим прогрев. Поверхность земли очень хорошо прогрелась. Инсоляция сейчас очень высокая. Солнце светит хорошо. Вот. И возбуждает вот перегрев земной поверхности. И за счет этого развиваются вертикальные движения воздуха. И усугубилось еще тем, что, значит, на подходе был фронт, фронтальный раздел, который как бы усилил это явление. Помимо, так сказать, конвекции, была еще и динамическая конвекция. Что привело к поднятию влажного воздуха на большие высоты, где он, так сказать, сконденсировался, а потом скристаллизировался. И возникло... Осадки возникли в виде града. В прошлом году был град довольно крупный. Вот чем это обусловлено? Большие градины, мелкие градины? Это вот предпосылки в новом воде какие должны быть? Обусловлено активностью вот этого конвективного процесса. То есть, если в облаке очень высокие скорости вертикальные, восходящие и нисходящие движения, то эта капля в этом облаке многократно опускается, поднимается, опускается, поднимается. И с каждым подъемом, опустившись, она увеличивается в размере, потом ее забрасывает вверх, где она кристаллизуется, переходит как бы по линию кристаллизации, то есть попадает в область отрицательных температур, значит, укрупняется, опускается вниз, держится вертикальными воздушными потоками, не опускается, не выпадает. И таким образом идет нарастание. И как только, значит, величина или вес этой, скажем так, капли или градины уже превышает возможность вертикальных движений ее поднимать, она выпадает. Бывает, что очень мелкий град, поскольку слабые вертикальные движения в облаке, получается, мелкий град он выпадает, не принося никакого ущерба никому. А когда вот достаточно активный процесс, то есть хороший был прогрев земной поверхности, достаточно насыщена влага и атмосфера, то эта капля может вообще достигать и очень больших размеров. До голубиного яйца или даже, бывает, в случае до куриного яйца может быть размер. То есть крупный град все-таки характерен, вот такой достаточно крупный град, это для южных районов края, потому что там может быть и сильная жара, и влажность. Да, в основном так. В основном так. То есть для южных районов. Хорошо. Но бывает, что и в центральных районах град. Но, конечно, таких размеров он здесь не достигает. Если говорить о севере края, там сейчас складывается сложная пожароопасная обстановка, и вот о причинах, если говорить, то в том числе влияют так называемые сухие грозы. Вот что это за явление, откуда оно появляется? Ну, сухие грозы – это как бы грозы, которые возникают в облаках, но не выпадают осадки. То есть когда атмосфера недостаточно насыщена водяным паром, но, тем не менее, вертикальные движения, особенно в центрах циклонических образований, все равно существуют. И возникают облака. И облака, значит, достигают достаточно большой высоты. И в результате этого они, частички в облаке, они разделяются на положительные, отрицательные заряды носят, вот эти капельки. И, тем не менее, значит, способствуют созданию условий для грозы. И гроза реализуется. Вот так называемые сухие грозы. Это нормальное явление, оно довольно часто бывает, когда атмосфера недостаточно насыщена водяным паром. Но это характерно, опять же, для севера края? Ну, как правило, да. Почему? Потому что, как правило, там создаются такие условия, что сухой воздух. Предпосылки какие-то есть ли на июль, чтобы возникли какие-то аномалии погодные? Сильные ветры, штормовые ливни, засуха? А в каких-то районах края? Вопрос понятен. Вот по тому прогнозу, который в нашем распоряжении находится, долгосрочный, на месяц, на июль, близкий к норме. Близкий к норме. Ну, характерно, что для нашей территории июль – это самый жаркий месяц. Действительно макушка лета. Дальше пойдет уже понижение температуры с точки зрения климата. Вот. Но в этом году прогноз был рассчитан, который показывает на то, что будет достаточно комфортный, без каких-то резких аномалий, без каких-то жестких вот таких явлений. Хотя, с другой стороны, атмосфера, она очень все-таки изменчивая. Если сравнивать историю предыдущих наблюдений за погодой в июне, в июле, как вы можете сказать, стандартное лето сейчас пока идет? Теплее, холоднее, спокойнее может быть? Как раз вот именно сейчас, если говорить по июню, то июнь у нас достаточно аномальный получился, но в положительную сторону. То есть начало июня было прохладным, ниже нормы, но там всего несколько дней. А потом, в основном, практически вот до недавнего времени была положительная аномалия, причем довольно приличная. То есть где-то до 4-5 градусов среднесуточная температура превышала норму. Немножко опустилась она вот в это похолодание, но сейчас она опять восстанавливается. И конец июня будет достаточно жарким, с положительной аномалией. А вот июль, он будет близкий к норме. То есть он будет как бы стандартный для нашей территории. Ну, это ночные температуры порядка 18 градусов и дневные температуры где-то в районе 25-27. Ну, мы сейчас говорим о центральных районах? Да, о центральных районах. Ну, северная территория, она имеет, ну, совсем север, скажем, Туруханский район, Таймыр. Там похолоднее, конечно. И Венкия у нас, как правило, летом очень жаркая. Зимой очень холодная, летом жаркая. То есть там 30-градусные температуры, как правило, в июле являются нормой. Юг тоже в районе 30-32 градуса, 33 южные районы нашего края. Ну, осадки тоже будут, урожай будет? Да, ну, сейчас хорошее увлажнение. И наличие влаги, так сказать, и в пахотном слое, и в метровом слое, оно достаточно для того, чтобы получился хороший урожай. Наши агрометеорологи, они ведут наблюдение за этими параметрами на полях и говорят о том, что условия очень благоприятные. Давно не объявляли вы режим неблагоприятных метеоусловий. Это, конечно, хорошо, но лето, как правило, ассоциируется, по крайней мере, у красноярцев с дымкой, с таким, ну, тяжелым, скажем так, воздухом, да, дышать сложно, особенно в жару. Что-то изменилось? Почему нет? Ну, очень благоприятные погодные условия, то есть хорошая продуваемость, вентиляция города, осадки выпадают, значит, нету длительного устойчивого состояния антициклональной погоды, то есть все время идет движение воздушных масс, то есть идет циклоническая деятельность, достаточно активная, которая постоянно, значит, ветер, генерирует ветер, который продувает атмосферу, очищает, осадки тоже вымывают все, так сказать, загрязняющие вещества. Красноярский край получит достаточно большую финансовую поддержку по нацпроекту «Экология». В том числе он подразумевает модернизацию системы мониторинга загрязнения окружающей среды, да, и воздуха. Вот в этом направлении вы сколько средств получите из федерации и на что они пойдут? Росгидромет централизованно через Министерство природных ресурсов Российской Федерации получает существенную сумму средств, которая будет доведена, распределена между управлениями, и по оценкам среднесибирского управления получит порядка 100 миллионов рублей. На модернизацию существующей системы наблюдений, значит, стационарных постов, где будет изменено, ну, вернее, модернизировано, поставлено совершенно новое оборудование. Какое так? Значит, будут поставлены автоматические газоанализаторы, наряду с тем, что мы осуществляем мониторинг как бы с помощью химического анализа, то есть собираем пробы, потом их анализируем, и, значит, это происходит четыре раза в сутки, а непрерывного мониторинга до сих пор в системе Росгидромета не было. Ну, было в некоторых управлениях, где как бы в качестве исключения. Сейчас это оборудование появится. А сейчас это оборудование будет закуплено, установлено и запущено в работу. Но это не будет как бы снимать задач по химическому анализу. Параллельно это будет? Параллельно будет, поскольку все-таки химический анализ – это наиболее точный метод определения загрязняющих веществ в атмосфере, в воздухе. И эта система будет сохранена. А можно говорить о том, что с помощью этого нового оборудования вы будете находить, скажем так, в атмосфере какие-то новые загрязняющие вещества? Или это набор стандартный? Набор стандартный. То есть стандартный набор, который утвержден, набор вот этих ингредиентов, на которые мы анализируем, он утвержден. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, все подробно рассказали. Я напомню, что сегодня мы говорили о погоде на июле, и в гостях у нас был главный синоптик Гидромедцентра Владимир Еремин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова